Вкусный, сладкий, самый мой любимый. И когда он не винется, он самобеспечит. Трехлетняя Анечка настолько увлеклась расписыванием пряников, что не заметила, как собрала целую коллекцию сладких шедевров. А что делала? Домик, ласточку и сердечку. Что делала? Я ничего не ела. Техник специальных нет. Есть стандартные. Это точками, полосочками, зигзагами. По словам Марины Кочетовой, пряник в старину считался главным праздничным подарком. И его готовили только из лучших продуктов. Особое внимание уделяли украшению, лакомству. В каждый узор повара вкладывали сакральный смысл. Считалось, например, что тому, кто съест пряник с цветочком, всегда будет сопутствовать удача. Я никогда не видел, как украшают пряники. Интересно было узнать, из чего сделано. Как все это происходит. Мамка. Что бы узнал. Да, мне понравилось, когда я сюда пришла. Все такое старинное, интересное. Гости Марины Кочетовой расписывали уже готовые пряники. Но для особо любознательных мастерица раскрыла старинные рецепты сладкого лакомства. Главное, по ее словам, не бояться экспериментировать. Просто приходит опыт. Вот. И весь секрет. Чем больше делать, тем легче. Архангельские козули. Именно их украшали дети с родителями. Никого не оставили равнодушными. Те, что не смогли съесть, забрали домой. Я думаю, папу, он кусящу. Маму, дядючку, сящу. Ешь. Или вы сюда зайдете. Давайте сюда заходим. Очень вкусно. Елена Чердинал, Сукасимова, Дмитрий Рыженко. Телеканал Эфир.